Дом детского творчества в микрорайоне Пурпе – одно из главных учреждений доп. образования. Сегодня там идет масштабная реконструкция. Прошлым летом, после технического осмотра помещения, вместо капитального ремонта решили построить новый дом детского творчества. И вот стены, новый фасад, как, впрочем, и внутренняя обстановка, постепенно начинают приобретать законченный вид. Работа, мы видим, идет хорошими темпами. Подрядчик идет по графику. Приступил уже к чистовой отделке. Обещает через два месяца выйти уже на благоустройство территории и передавать потихоньку на мобиль. Будем контролировать все работы, все этапы проведенных работ. Внутри нам еще предстоит сделать росписи, стены, оснастить оборудование необходимым инвентарем. Но пока до этого еще далеко. В настоящий момент рабочие завершают витражное остекление пристроев. Они украсят здание с двух сторон. В одном из них появится оранжерея теплицы и пространство для творческих мастер-классов и отдыха. Также по проекту в здании предусмотрен просторный холл, кабинеты, костюмерная, гримерка, креативное пространство, открытое кафе, а еще огромные актовые и спортивные залы, разделенные прозрачной стенкой. Материалов у нас достаточно. Люди не стоят, работают. Все своевременно подходит на стройплощадку, чтобы не было простоев. Да, уже, как видите, и свет прокладывается, и закладные под светильнички делаются, проводочка, все резеточки. Идем вентиляция по чердаку. В рамках дизайн-проекта кардинально изменена концепция здания. Полностью переделана инженерная система учреждения. В настоящий момент на площадке трудится 14 человек. Это стекольщики, рабочие по внутренней отделке и электромонтажники. Последних больше, потому что света в здании по проекту будет много. Тут больше, наверное, светодиодных лент, которые будут отображать какие-то коридоры и так далее. То есть это как в космосе, наверное, какие-то такие пространства будут. После ремонта каждая зона будет иметь свое решение и оригинальное освещение. Всего по проекту в здании установят около 200 светильников разной формы. Следующая фаза работы – чистовая отделка помещений и уличное благоустройство. Установка перголы, озеленение. К этому приступят, как только растает последний снег. Елена Канина, Данила Индюков, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова